добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас уже 5 ноября я все никак не соберусь снять видео уже вечер давно такого не было чтобы я до вечера не сняла хотя бы кусочек видео не знаю о чем сегодня говорить хочется конечно же каждый день с вами встречаться но иногда и бывает нет настроения да я особо нечего показывать наверное сегодня будет видео-шот во-первых хочу поблагодарить вас вот так вот мы умеем выключать свет хочу поблагодарить мою подписчицу которая написала мне что я бы поставила камин вот в спальне а этот комод отнесла бы переставила его в комнату ну вот сюда скажем так вместо вот этого нашего самодельного шкафа вы знаете я с вами согласна полностью с вами согласны мне очень хотелось бы вот засыпать и смотреть на ночник или на камин который будет стоять вот в спальне шпулька ты мне мешаешь своим шумом ты мне не даешь говорить шпуля теперь теперь сюда идем там выключили теперь сюда идем выключать до шпуля смотрите все собрались и пуся здесь и маруська спит и кузьма вон на подоконнике с монкой все коты прям собрались в одном месте вот ей интересен вот этот мячик шарик да интересный мячик шарик про этот мячик шарик расскажу историю такие выключатели находятся вот и в лампе вот здесь вот это же серия икея и вы видите что я здесь этот мячик шарик в общем я его зафиксировала на основании на вот этой ножки лампы знаете почему потому что пуся если я долго сплю но это еще пошло с москвы когда у меня не было огорода не было частного дома и я могла и летом и зимой валяться сколько хочу и она вот это вот делала бомбом то есть она вот так вот и он бомбом бомбом вот об этом вот металлическая металлический стержень им я вынуждена была привязать вот этот шарик чтобы она меня утром не будила и не делала мне бомбом в общем эти мячики нравятся по ходу всем вот он вот так вот висел и на лампе и она меня таким образом будила ладно я немного отвлеклась от темы вот давайте сейчас еще одну тему подниму раз и навсегда просто еще раз доношу до моих зрителей я не знаю подписчики это мои или не подписчики но много людей смотрит меня так скажем с незалежной вот мы опять включили свет и от вас поступают комментарии в сторону россии почему-то на моем канале который не вязальные и я еще раз до вас хочу донести дорогие друзья все комментарии на моем канале проходят модерацию никто не видит эти комментарии пока я не поставлю галочку для общего обозрения комментарии которые на политические темы на проклинание меня россии моих друзей и жителей россии и так далее естественно летят в бан и соответственно с их владельцами но на один комментарий я все-таки сейчас отвечу мне написала женщина на украинском ну наверное знает что я знаю украинский я кто кажуть украинскую новую вот написала что ну я видимо шла по парку показывала красоту осени золотой и все вот это и она мне написала что а нашу красоту уничтожают и за что нам такое у вас душа не болит я вам отвечу у меня душа болит я отвечу честно у меня душа болит и у меня душа болит уже восемь лет вы почему-то мне не не спрашивали меня болит ли у меня душа когда в четырнадцатом году бомбили мою родину донбасс вы меня не спрашивали об этом а сейчас вы спрашиваете так вот у меня душа уже болит давно и больше нелепости я смотрела как-то была даже подписана на эти каналы на людей которые с украины все они стали балакоты украинскую переведу что стали говорить на украинском я не буду пиарить эти каналы и я думаю что они меня смотрят и они сейчас себя узнают и больше нелепости я вообще не слышала оказывается что это россия восемь лет бомбила донбасс я не знаю с какого дуба вы упали и что вы там смотрите что вам вбивают ваши головы но я вам с со стопроцентной уверенностью могу сказать что у меня живет один папа это мой первый муж на украине на украине почерп подчеркну не надо меня поправлять а то и были такие комментарии не на украине в украине это вы в украине а я родилась на украине на кавказе в сибири понимаете и нас этому учили это вот эту грань может почувствовать только русский человек как правильно сказать где на а где вы так вот всегда испокон было веку было на украине они в украине я понимаю что вы стремитесь в европу поскольку в европе они на европе я понимаю почему вас этот предлог так коробит вот и я вам могу сказать я не понаслышке знаю кто бомбил что там происходило как там живут люди до сих пор все эти восемь лет как они жили вы почему-то не вспоминали а сейчас вот говорят да что вы вспоминаете про эти восемь лет нифига себе вот это да то есть вы сейчас плачете я вам сочувствую я понимаю что это такое не понаслышке вот но от вас сочувствие все эти восемь лет не было для вас этот народ как вы его называли народы с донбасса который он для вас не до люди бы вы все время об этом везде кричали один не до человеке не до люда и так далее так вот я хочу закрыть эту тему и не тратьте свое время на вот эти вот комментарии более того там был комментарий я женщину предупредила что она мне там написала лесный комментарий сначала какая я рукодельница и как все хорошо если бы в россии все люди такие бы были хорошие и рукодельная то тогда бы мы и типа не тонули бы в крови ну и я написала ей там ответ и сказала что еще раз я услышу вот такое из ваших уст я вас заблокирую так что вы думаете вы чё из меня дурочку делаете на этот комментарий мне там прилетает от нее же от этой женщины ну только с других естественно аккаунтов мужских почему-то два раза уже отвечали там мужчины которые полетели в бан вы что думаете что вы умнее всех прям так вот этот комментарий нашелся мужчиной который так пристально следит за моим каналом уже этому видео я не знаю месяц может быть и все идут ответы на этот комментарий вы чё думаете я такая совсем уже недалекая не думайте что вы умнее всех вот поэтому куда это кривая выведет покажет время но я хочу сказать что мне жалко всех людей понимаете всех людей мне жаль но поливать грязью мою родину я не позволю вот у меня папа с россии из курска я считаю что я славянка я русская и обливать грязью я не позволю но это вот я ответила на то что у меня наболело и еще раз хочу сказать пожалуйста все комментарии идут проходят модерацию и все комментарии проверяются и даже под этим видео я знаю что будет много много вот таких комментариев я научилась вообще даже не дочитывать я сразу вижу и сразу одним щелчком отправляю по назначению ну а теперь по поводу камина так вот вот этот у меня там картошечка кипит сейчас прервусь поставила картошечку варить мелкую так удобно в мундирах теперь соленьей своих полно надо же с чем-то их кушать мясо не хочу колбасу не хочу вот буду кушать значит с картошечкой вот сейчас вам расскажу о перетрубации вот этот шкаф будет стоять вот здесь не смотрите у меня бардак занимаюсь шитьем здесь даже ножницы по металлу лежат это я сегодня отрезала по размеру вот эти вот заборчик этот который нужно наверное и не отрезать скорее всего сделаю вот так вот ну вот так вот его без без укорачивания так вот вот этот шкаф перейдет вот сюда под зеркало он и по длине такой же вот прям метр тридцать и зеркало метр тридцать три и сразу здесь будет как бы комплект потому что здесь вот эти кухонные шкафы и конечно же вот этот шкаф будет здесь в тему камин отсюда переедет естественно спальню на место комода а комод перебазируется вот сюда на место вот этого шкафа и по моему будет очень и очень даже замечательно так что я вам очень благодарна я что-то даже и не думала в эту ну насчет перестановки хотя изначально изначально когда еще не было вот этого комода я хотела здесь камин но потом вот купила комод он сюда вроде бы так как хорошо встал я отказалась от камина но уже купленное зеркало которое планировалось вот сюда и не пошло на эти стены она подсказала мне про идею камина но вот чтобы переставить я как-то вот об этом не задумывалась так что я вам очень очень благодарна конечно же зеркало вот это придется либо перевесить выше тут получится дырки которые теперь придется заделывать ну ничего это уже так не сложно и здесь будет красоваться конечно же камин вот эти сундуки придется конечно скорее всего отсюда убрать что-то придется думать с держателем шторы кстати вот это же держатель для шторы может быть как раз он и будет держателем для шторы вот там я вот сюда его прикреплю и тогда смогу вот так вот какой то может быть свяжу или сошью ну такую штуку которая вот будет подхватывать штор штору и крепится вот к этой штучке вот это уже такое это уже ерунда самое главное что камин будет стоять здесь и это действительно будет классно когда будешь лежать на кровати и любоваться светом из этого камина а еще если включить я что-то подсела под такие видео они там по 3 по 8 часов просто шум дождя треск углей в камине треск дров и я засыпаю вот если не могу уснуть включаю эту вьюга там за окном очень много таких видео так вот можно зажечь этот камин включить озвучку и тогда это будет полный релакс а еще вот я говорю в камин можно поставить вот этот увлажнитель воздуха он же разными цветами переливается и будет вообще бомба может быть положить как-то дрова на него декоративное сделать и будет вообще класс рома капнуть маслица какого-нибудь не будет полный релакс теперь что я еще с и чем я еще сегодня занималась друзья помните те остаточки пряжи которые я вам буквально вчера показывала посмотрите какая красота получилась здесь я уже сшивала вы видите что вот эти коврики сшиты джутовым шпагатом а здесь просто вязальной ниточкой по моему это вот янар джинс но можно любой можно любой вот не обязательно джутовой пряжи конечно здесь вот места соединения ну это изнанка а вообще очень мне кажется красивое сочетание получилось я недавно разговаривала с дочерью показывала ей эти сидушечки и она мне говорит мам ты бы мне связала вот для моей кошечки вот такой коврик ну вот он выбивается выбивается по цветовой тематике из вот этих ковриков да еще будут будут синие вот может быть ей ну в синюю пряжу в синих тонах я заказала в т-декор не знаю правда когда придет это посылка но когда-то придет посмотрите на эти две красавицы но одинаковые да одинаковые мои девочки да вспомните к возле мамочки рядом всегда возле мамочки мамочка спит позвонила кстати я в этом ветклинику теперь у нади болеет ребенок вот в понедельник сказала звоните и буду записывать маруську на стерилизацию говорят надя уходит в декретный отпуск и я так подумала надо быстрее стерилизовать а то потом роды ребеночек когда там она будет выходить в доброе 50 километров отсюда совсем не хочется ехать тем более после операции кошечки благо тут он 10 минут на такси да меньше какие 10 3 минуты и я дома так что в понедельник буду звонить и записываться на стерилизацию вот так что вот из остатков пряжи друзья я здесь сама комбинировала видите здесь я вам показывала как вяжется этот гибкий шнур вот и я меняла пряжу соответственно то одну нить и делала верхней или нижней эту другую нить и сама вот таким образом по ходу сшивая понимала какой нитью мне вязать ну чтобы это как-то не сбивалось все розовый-розовый белый-белый а чтобы было розовый-белый там вот как-то серый темно-серый чтобы это было красиво вот я вам говорила что сшивайте не сразу навязывайте если однотонная туда можно навязывать но когда вы вот так вот компонуйте цвета то лучше сразу сшивать и вы видите какой цвет вам нужен ну над каким будет идти следующий цвет и вязать уже по ходу пьесы у меня бы была вот такая еще тесьма это у меня палец грязный это я картошку мыло и не домыло видимо руку вот покупала я как-то шторы вы помните кто со мной давно на канале здесь были на окнах рулонные шторы потом я поменяла их на вот эти шторы и осталось тесьма одну штору кстати я сделала в терраске вот я вам покажу вот эта штора висела у нас в спальне когда еще интерьер только-только вырисовывался здесь все своими руками из старого карниза вы помните как я ее сшила а вот ну а сейчас вот она перебазировалась сюда в терраску да зимой я конечно ею пользоваться не буду а летом очень-очень солнечно и терраска греется летом она конечно же будет работать ну а чтобы она не валялась в шкафу я здесь даже по размеру ничего не отрезала вот как она есть на шурупы посадила и вот теперь в терраске вот такая штора сегодня еще вижу распустила лежак для кошек видите здесь черной ниточкой сшиваю тоже вот такой обычной вязальной черной ниточкой остался клубочек в два сложения и тоже получается вот изнанка тоже неплохо смотрится это я распустила старый лежак вот он здесь немного выцвел немного плесенью покрылся вот эти темные места это представляете я положила его под ванну не знаю как туда набежала вода в общем я не увидела а это наверное когда там не было полочки и вода могла попасть точно вот теперь я поняла а сегодня пошла вытащила там кошки любили спать вытащила думаю о нет постирала естественно это все не отстиралась может быть я его покрашу потом просто акриловой краской для ткани в какой-то другой цвет может быть но хочется навести порядок чтобы вот и эта пряжа вся у меня и зашла пока нету посылки которая придет с новой пряжи в общем решила навести порядочек и все довести до ума но мне кажется очень красиво смотрится вот здесь вот эта тесьма с бубенчиками может быть я подарю дочери вот этот ковричик она кстати покупала сейчас модные знаете такие ручного ну тканые такие покрывала что ли как раньше вот у коврики были она покупала в светофоре и причем он у нее вот именно вот в такой гамме так что ей вот будет как раз комплектик ну а мы продолжаем сосать мамочку да ну не долго осталось недолго она уже ее замучила это шпулька все мои хорошие наговорилась три короба не знаю было ли вам интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока